Сегодня задача создать, расположить готовую форму на криволинейной поверхности, имеющуюся, как в наших, вот сейчас я покажу примеры, вот масти наши крести и бубы, трефы и бубы, бубны, расположим на гнутых картах. И отчасти одна из задач это плавно сопрячь масть с картой, плавный переход создать. Начнем с бубн, бубей. В подготовленном файле сразу возьмем исходную карту, бубен, скопируем ее на слой по умолчанию. Так, надо еще скопировать карту, на которую будем размещать. Будем использовать команду, которую мы уже рассматривали, follow along surface. Для этого нам нужна сам объект, который мы будем размещать, поверхность, которая, развернутая поверхность имеющаяся, вот сейчас у нас имеется, вот тестплайн мы будем размещать. Посмотрим на три режима размещения тестплайнов. Вернее два режима, но чем они отличаются, я объясню. Нам понадобится сам объект для размещения. Кликаем по объекту, выбрали объект. Кликаем на исходной поверхности возле угла. И обращаем внимание на то, чтобы регид был включен. И кликаем возле угла новой поверхности, изогнутой. И наша масть легла на карту. Посмотрим. Зазор остался. На исходной карте она размещена зазором. И с тем же зазором по отношению к новой карте она тоже ложится. И превращается в поле поверхность. То есть в набор поверхностей, поле surface. Теперь расположим наш тестплайн, тестплайновскую поверхность так, чтобы она осталась тестплайновской поверхностью. Для этого все действия надо применять к точкам ее. Вот у нас 41 точка. Вот с этими 41 точками и будут производиться действия. То есть опять мы выбрали эти 41, ну выбрали точки, выбрали команду, кликнули на исходную поверхность возле угла, кликнули на другую поверхность и получили наш тестплайн. Вот объект. Наш тестплайн. Тестплайн. Один тестплайн. То есть с ним можно работать как с тестплайном. Он не потерял своих свойств. Не преобразовался в норбсы. В первом случае он преобразовался в норбсы. Вот поле surface. Ну и обратим внимание, посмотрим если сбоку, то так как точки меньше контролируют нашу поверхность, то есть точки только расположились вдоль поверхности, то форма его тестплайна этого изменилась. По сравнению с тем, как она была, как если бы мы раскладывали норбсы. Посмотрим. Синим обозначены норбсы, а красным тестплайна. Видите, довольно большое искажение. Сейчас рассмотрим способ уменьшить это искажение. Взглянем на поверхности, чтобы видно было, что они имеют разную форму. Зебры. Команда «Зебра». На форму ее обратим внимание. Ну, чтобы вот это вот исправить, мы раздробим наши тестплайны на более мелкие. Вот сейчас у нас 32 грани. Мы разбиваем правой кнопкой по Subdivide и разбиваем Exact. Вот, Exact. Точно разбиваем. Без искажения формы разбивается наша сеточка. Мы получаем уже не 32, а 128. Да, 128. То есть, на 4 части каждую из них из фейсена разбила. И теперь мы, соответственно, получим значительно больше точек. Вот они точки. Уже их 177. Сколько там их? Так. Ну и опять располагаем их вдоль карты. Alone Surface. Возле угла кликаем «Исходную». Возле угла кликаем «Целевую». И смотрим. Она уже расположена. Сравним. Справа посмотрим, насколько ближе уже форма. Имеющаяся форма уже ближе к поверхности. Повторяет. Лучше повторяет поверхность нашу целевую. Нашу карту. Ребро от первой карты, которую мы делали. А это вот от нашей последней карты ребро. Уже значительно лучше, чем было в прошлый раз. Ну и взглянем на зебру. Мы обратим внимание, что левое и правое отражения зебры больше совпадают с картой. То есть полоски такие же, как на карте, продолжают друг друга. А на центральной полоски уже не похожи. Ну, полоски на масте не похожи на полоски на карте. То есть форма отличается. Все. Спрячем это на слой 4. Change. Change object layer. Все. Спрятали. Вернем.